Зональные соревнования первенства России по конькобежному спорту состоялись в Вологде. В течение двух дней на ледовой дорожке стадиона «Локомотив» соревновались спортсмены из шести регионов страны. За борьбой сильнейших конькобежцев наблюдала Яна Богачева. За звание сильнейших боролись более 150 спортсменов из Вологодской, Мурманска, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелии. Соревнования такого высокого уровня проводятся в Вологде во второй раз. В ноябре на «Локомотиве» состоялись всероссийские соревнования на призы Николая Гуляева. Сейчас первенство России. Возможность проводить столь крупные состязания появилась в Вологде благодаря открытию современной 400-метровой ледовой дорожки на стадионе «Локомотив». Сегодня это единственный подобного рода спортивный объект в России. Наша Вологда стала, можно сказать, уже открытой столицей конькобежного спорта. Поскольку этот вид спорта является базой в Вологодской области, мы создаем сегодня одни из лучших условий. В открытых площадках в стране эти ребята являются потенциалом национальных команд страны, будущими олимпийскими чемпионами, звездами спорта. Ну и вот те условия, которые создаются, они способствуют развитию. И сами конькобежцы признаются, качество льда на Вологодском стадионе высокое. Такой лед может составить конкуренцию даже крытым площадкам. Качество? Хорошо. Внимание. Катя? Хорошо. Можно вложиться. В принципе, да, я думаю, может конкуренцию составить. Возраст спортсменов, участников разный. Все поделены на категории и бегут разной дистанции в своих возрастных группах. В малом многоборе, скажем, старший возраст будет бежать 503 тысячи пять, а в среднем возрасте 500-1,5 тысячи три. Конькобежцы развивают скорость до 50-60 км в час, поэтому бороться им приходится не только со своими соперниками, но и ветром. А ветер, особенно в первый день соревнований, действительно диктовал свои условия. Но с природой не поспоришь. Здесь правила одинаковы для всех. Погодные условия. Не очень. Ветер свой. С ветром тяжело бежать? Конечно. Все, главное, тяжелее бежать. Второе место занял Куражов Дмитрий. Вологодская область. На всех соревнованиях Диму поддерживают родители. И говорят, особенно приятно, когда награды вручаются за победу именно в своем родном городе. Большой плюс, что каток новый появился. Теперь можно тренироваться не только зимой, но и захватить осенью и весну. Да, межсезонье. Да, межсезонье. Все-таки результаты. Больше на коньках будут стоять, больше результаты. Наставляет, поддерживает и дает советы прямо на ледовой дорожке тренеры спортсменов. Ведь эти секунды – их совместный результат. Во многом результат зависит и от качества льда. Сервисная бригада стадиона «Локомотив» убирает снег, шлифует и заливает покрытие на дорожке в каждом перерыве. Комфортные условия созданы и для участников соревнований. Теплый туалет, раздевалки и даже буфет. Для каждого региона выделена своя отдельная комната, где ребята могут переодеться и отдохнуть. Тепло, да. Все какие-то стерпы, в этом месте. Места много. Все хватает. А ты, бывает, приедешь куда-нибудь и место место. Уровень организации соревнований оценили и тренеры. Большинство конькобежцев и их наставников в Вологде впервые. И город подготовился к их встрече достойно. Можете проводить такие соревнования? Я думаю, что она уже показала, что может проводить соревнования. Молодцы, они лед подготовили хороший. Даже вчера погодные условия не очень хорошие, но они старались. Спасибо, Вологде. В принципе, все достаточно организовано на высоком уровне. Раздевалки теплые, буфет. На стадион нас привозят на автобусе. Все неплохо, не хватает только хорошей погоды. В честь Вологды на этих состязаниях защищали 60 спортсменов. Вологодские конькобежцы традиционно одни из сильнейших. На этот раз в нашей копилке останется 8 наград различного достоинства. Усиленные тренировки на качественном льду дают свои результаты. Начиная с ноября, ребята готовились на стадионе «Локомотив». Сейчас лучшие конькобежцы отправятся защищать честь области на финал всероссийского первенства. Вологда с результатом 46,67 секунды. В последние годы не только конькобежный, но и другие виды спорта активно развиваются в Вологде. Заниматься физической культурой и спортом желают все больше ребят. Для многих из них здоровый образ жизни становится нормой. Развитие как массового, так и профессионального спорта – одна из важнейших задач в работе городских властей. В Вологде в одном из немногих городов России проходит спартакиада трудовых коллективов. Сегодня наш город становится центром спортивной жизни всего Северо-Запада. В областной столице реконструируется и строится новое спортивное сооружение, что позволяет принимать соревнования высокого уровня. В конце августа в нашем городе прошла спартакиада городов центра Северо-Запада России. Сейчас Вологда готовится к фестивалю зимних видов спорта. Он пройдет в феврале будущего года. И сегодняшняя победа вологодских конькобежцев – еще одну очко в нашу пользу.